Около 7 миллионов рублей потеряла Саровчанка, доверившись мошенникам. В середине декабря 70-летней жительнице позвонил злоумышленник и представился дознавателем из Санкт-Петербурга. Мужчина рассказал пенсионерке, что молодой человек с копиями ее документов пытался оформить кредит и что ее сбережения в опасности. Их срочно нужно перевести на безопасный счет. В течение нескольких дней она сняла все свои сбережения со счетов и перевела их на предоставленные реквизиты злоумышленникам. После всех выполненных ей операций злоумышленники связались снова и сообщили о том, что кредит на ее имя был оформлен. Они заставили взять еще несколько кредитов в банках на сумму 3 миллиона рублей и перевести все денежные средства также на их счета. Только потом женщина поняла, что стала жертвой преступников. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». На прошлой неделе два жителя города обожглись на покупках в интернете. Девушка нашла объявление о продаже брендового стайлера «Дайсон» на платформе «Авито». Пообщалась с продавцом и оформила заказ. Саровчанка не проверила коробку при получении и уже дома обнаружила, что вместо дорогого фена она получила дешевый аналог. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Хотелось бы напомнить о том, что для того, чтобы снизить риски при покупке в интернете, в том числе на платформе «Авито», необходимо изучать профиль продавца, историю объявлений, отзывы. Не осуществлять покупки у продавца, профиль которого действует, например, только несколько дней. Не покупать товар, если цена на него значительно ниже аналоговых объявлений. Если товар должного качества, то у продавца нет никаких оснований для того, чтобы занижать его стоимость. Ещё один саровчанин заказал через «Авито» поддержанный мобильный телефон за 5 990 рублей. Когда товар пришёл в пункт выдачи, покупатель вскрыл упаковку и обнаружил, что телефон не работает. Продавец заверил мужчину, что аппарат просто разрядился в дороге. Но после подключения к питанию дома он так и не заработал.